Это «Русский космос». Здравствуйте! В студии Мария Кулаковская. Сегодня мы поговорим о самых загадочных и интересных объектах во Вселенной – черных дырах. И у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Вячеслав Докучаев. Вячеслав Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Огромный резонанс вызвала ваша научная работа «Есть ли жизнь в черных дырах», в которой вы приходите к выводу, что все-таки может таиться там некая цивилизация. Об этом мы сегодня детально поговорим, но давайте сначала определимся самим понятием «черная дыра», потому что, наверное, трудно найти человека, который бы не знал о черных дырах, но все-таки что это такое, объяснить возьмется не каждый. Большинство, наверное, слышало про черные дыры в экономике, а реальные черные дыры – это космические объекты с максимально возможным сильным гравитационным полем. Они предсказываются общей теорией относительности Эйнштейна, и в последние годы мы переживаем взрыв интереса к ним, который связан с тем, что из-за технологического развития экспериментальной базы и техники наблюдений стали появляться неопровержимые доказательства, или, точнее сказать, свидетельства в пользу их реального существования. И они на наших глазах превращаются из таких объектов формальных рассмотрений теоретиков в реально существующий объект. Но станут они реальными, когда будет получено окончательное доказательство их существования, наличие у них горизонта событий или гравитационного радиуса, из-под которого наружу не выходит даже свет. Выясняется по астрономическим наблюдениям, что их очень много во Вселенной. Буквально каждая третья звезда в нашей галактике заканчивает свою жизнь превращением в черную дыру. Они образуются в результате гравитационного сжатия под действием собственного гравитационного поля каких-то массивных объектов. Обычно это звезды, очень массивные, массивнее нашего Солнца, которое в мире звезд является карликом, желтый карлик. И только благодаря тому, что это спокойная небольшая звезда, у нас тут достаточно спокойная жизнь. То есть наше Солнце не превратится никогда в черную дыру? Наше Солнце не превратится в черную дыру и в конце концов постепенечку будет остывать и превратится так называемый в белый, а потом в коричневый карлик. Постепенно будет остывать. А звезды более массивные свою жизнь заканчивают катастрофическим образом. Они просто взрываются после того, когда выжигается все термоядерное горючее внутри. И вот в результате такого взрыва центральная часть звезды начинает необратимо сжиматься под действием собственного гравитационного поля, потому что нету сил, которые препятствуют этому сжатию. На стадии стационарного горения звезда этими силами являются давления, создаваемые газом. А в конце жизни это давление исчезает и центральная часть звезды необратимо коллапсирует так, что даже свет не может выйти. И в результате образуются черные дыра. Конец света неизбежен. Солнцу осталось жить 5 миллиардов лет, а значит и нашей планете Земля. Это только на первый взгляд времени много. Ученые говорят, о спасении нужно думать уже сейчас. Сейчас Солнце живет за счет того, что в его недрах водород превращается в гелий. Но, естественно, это не может продолжаться вечно, потому что запасы водородов на Солнце велики, но не безграничны. И через несколько миллиардов лет эти запасы начнут иссякать. Может показаться, что это довольно-таки большой срок, 5 миллиардов лет. На наш век хватит, но, с другой стороны, мы не знаем, что надо делать. Может быть, то, что надо делать, как раз и займет 5 миллиардов лет. Наш дом, Солнечная система, образовался из космических газопылевых облаков, которых во Вселенной великое множество. Постепенно сжимаясь и концентрируясь в отдельной области, они и создали светило. Остатки же Солнечного материала, в основном это пыль, стали строительной основой для наших девяти планет. Возникли из пыли и наша планета, и мы сами. Не исключено, что то вещество, из которого состоим мы, с уверенностью можно сказать, что оно было в составе звезд, предшествующих Солнцу. В составе планет это тоже уверенность, с уверенностью можно сказать. И может быть даже в составе неких живых существ. Солнце, в отличие от Земли, не так уникально. Таких светил в нашей галактике 100 миллиардов. Поэтому у астрономов немало примеров, по которым можно представить полную эволюцию Солнца и даже его угасания. Газовая оболочка Солнца отделится, а ядро Солнца горячего будет ее подсвечивать. Умирание светила будет длиться несколько тысяч лет. Постепенно, как говорят ученые, оно будет разбухать и поглощать ближайшие планеты, Меркурий, Венеру, Землю. Все закончится тем, что из звезды Солнца превратится в белую холодную гузьбу. А вновь рожденные космические газопылевые облака концентрироваться и образовывать новые звезды, планеты, на которых может быть снова появится жизнь. Черные дыры представляют для нас какую-то опасность? Точно такую же опасность, как все остальные звезды. То есть встретиться, столкнуться с Землей или Солнцем с черной дырой, звездной массой, точно такая же вероятность, как с какой-то любой другой звездой. На самом деле звезды очень разреженно расположены в галактике, хотя их там очень много, и вероятность это просто ничтожно в течение жизни Солнца. А вот те звезды, которые расположены в центре галактики, они сталкиваются с друг другом гораздо чаще и с черными дырами, которые населяют центр галактики. Поэтому в центре галактики, нашей галактики в частности, образовалась сверхмассивная черная дыра. Ее масса сейчас уже измерена, и она порядка 4 миллионов масс Солнца. И вот именно внутри таких черных дыр и могут существовать, по моей гипотезе, очень сильно продвинутые цивилизации. Интересно, как наблюдают за черными дырами. В наше время уже развернута астрофизическая обсерватория на орбите радиоастрон, и в следующем году мы планируем запустить спутник спектр рентген-гамма. В чем его уникальность? Эти оба два инструмента или комплекс инструментов, это уже инструменты самых последних поколений технологического развития методов наблюдений не только за черными дырами, а вообще в астрономии. И они обеспечивают максимальную чувствительность по величине сигнала и максимальное угловое разрешение. То есть позволяют исследовать излучение в разных диапазонах электромагнитных волн наиболее детально. По величине сигнала и по угловому разрешению. Все предыдущие инструменты были, скажем, на порядке в 10 и в сотни раз хуже по чувствительности по угловому разрешению. И это позволит более детально изучать астрономические объекты, в том числе и черные дыры, которые на самом деле по разрозненным наблюдательным фактам наблюдались уже, скажем, полстолетия. По разрозненным наблюдениям в радиодиапазоне, в оптике, в инфракрасном диапазоне, в рентгеновском диапазоне. Но в последние годы из-за бурного развития техники происходит буквально чудо и революция по волне информации, которую мы получаем из космоса. Как наблюдается черная дыра? Они наблюдаются по результатам своего взаимодействия с окружением. Например, если на них падает газ, тогда этот газ будет сжиматься и нагреваться. Излучение вот этого газа, который нагревается до огромных температур, миллионов градусов, и газ этот излучает в рентгеновской и даже в гамма-диапазоне, вот эти инструменты будут наблюдать. В том числе излучается и радиоизлучение. Другой метод возможного взаимодействия черной дыры с веществом, это, например, когда вблизи сверхмассивной черной дыры прилетает звезда обычная. Из-за огромного поля тяжести черной дыры, звезда при подлете к такой черной дыре, с массой, скажем, миллион масс Солнца, будет разрываться приливными силами черной дыры. И звезда не просто ныряет внутрь черной дыры, а прежде чем нырнуть, будет разорвана. И уже фактически одно такое наблюдение было сделано в прошлом году. При этом тоже происходит всплеск излучения. За счет поглощения вещества черные дыры увеличивают свою массу. И поэтому в центрах галактик там вот в итоге эволюции и взаимодействия черных дыр с веществом образовались сверхмассивные черные дыры огромных масс. И современная астрономия и астрофизика позволяют изучать эти черные дыры в очень широком диапазоне длин волн. Это и радиоизлучение, инфракрасия, видимый свет, ультрафиолет, рентген и гамма. И по совокупности всех этих данных, проведя системный анализ всех полученных этих наблюдений, можно делать какие-то предсказания, что мы видим реальный объект типа черной дыры. Пока это только есть некое нагромождение систематизированных данных в пользу черных дыр. Нужно подчеркнуть, что ни одно другое объяснение, помимо черных дыр, не может объяснить всю наблюдаемую картину. Только включая черные дыры в рассмотрение, мы можем получить согласованное представление о том, что мы реально наблюдаем. Вселенная открыта для общения. Ее излучение несет полезную информацию для всего человечества. А космические телескопы — словно переводчики сложного языка галактики. Радиоастрон уже составляет свой первый орбитальный словарь. Вскоре ему в помощь отправятся другие спектры — рентген гамма и ультрафиолет. Сегодня мы мечтаем о том времени, когда мы будем знать о окружающей нашей Вселенной практически все. Проект, который сейчас мы готовим вместе с Роскосмосом, это проект называется «Спектр рентген гамма». Вот на этом спутнике будут стоять уникальные приборы, которые смогут, например, увидеть все скопления галактики Вселенной. Просто вот все до последнего. Радио, рентген гамма, ультрафиолет. В названиях телескопов их главная функция — видеть и принимать излучение космических тел, каждый в своем диапазоне. Заглядывать в дальний космос необходимо, чтобы лучше понять самих себя. Оказывается, люди во многом похожи на звезды. Астрофизика дала четкое понимание, что все мы с вами дети галактики или лучше сказать звезд. Все тяжелые химические элементы, тяжелее гелия и водорода, из которых мы с вами состоим, тот же самый кислород, кальций и так далее, все это рождено в звездах. В ультрафиолетовом диапазоне давно работает американский оптический телескоп «Хаббл». Однако он уже не справляется с нагрузкой. Количество научных заявок по исследованию дальнего космоса в 10 раз превышает возможности телескопа. В 2015 году спектр УЭФ отправится на орбиту и возьмет на себя ряд научных задач — ультрафиолетовых исследований. Этот телескоп делается под руководством и при, скажем так, основном вкладе со стороны России. Поэтому для российского научного сообщества, научно-технического сообщества, этот телескоп будет гораздо более доступен, чем телескоп «Хаббл». Это фактически национальный проект. Диаметр главного зеркала телескопа — 1700 мм. Это позволяет собрать большой световой поток даже от очень слабых звездных величин и получить изображение тех участков Вселенной, которые в данном диапазоне практически не видны с Земли. На испытательном стенде НПУ имени Лавочкина спектр УЭФ выглядит именно так, как это будет в космосе. Недавно телескоп успешно прошел испытания на все виды нагрузок, которые возникнут до старта, во время старта и в момент воведения на орбиту. На финальном этапе сборки спектр УЭФ установят уже на проверенную космическую платформу. На такой же платформе сейчас летает радиоастрон. Все три проекта строятся на единой базовой платформе. Это платформа-навигатор, которая адаптируется, конечно, в каждом конкретном случае под свою полезную нагрузку. Астрофизики считают, что в ультрафиолетовом диапазоне сосредоточена самая богатая информация о Вселенной. Только так можно увидеть все ее краски. И пока расстояние до звезд исключает возможность путешествия, человечеству не обойтись без космических телескопов. Их пристальный взгляд поможет ответить на вечный вопрос, как появилась Земля и человек на Земле. Говорят, что буквально в следующем году с помощью этого чудо-телескопа, спектра рентген-гамма, мы уже разгадаем загадку черных дыр. Это на самом деле? Да, значит, загадкой черных дыр является их самая главная особенность – это существование горизонта событий, области, из-под которой не может выйти свет. Это, значит, та область вблизи черной дыры, у нее нет поверхности, а вся масса сконцентрирована в центральной сингулярности, но это та область, откуда еще свет может вырваться. Если вы подлетите к ней еще ближе, то даже свет не может вырваться наружу из-за возросшей силы тяжести. Так вот, эти инструменты позволят изучать как раз окрестности черной дыры вблизи ее горизонта событий и нащупать признаки его существования. Это будет решением разгадки черных дыр. А до дна черной звезды может этот телескоп? Нет, не может. Но это под горизонтом, оно есть, и об этом мы немножко дальше поговорим, но оно под горизонтом. Так вот, нащупать этот горизонт тоже очень нетривиальная, очень важная задача, и люди, которые это сделают, получат, несомненно, Нобелевские премии. Почему? Потому что эти люди докажут, что объект имеет размер меньше своего гравитационного радиуса. А, значит, любой объект с размером меньше гравитационного радиуса не может находиться в стационарном состоянии. Он коллапсирует дальше практически в точку, вот в эту центральную сингулярность. И это есть дно. А, значит, и там даже более сложно, потому что внутри черной дыры там будет меняться сама еще и топология пространства-времени. А вот доказательство существования черной дыры – это доказательство существования ее горизонта. Это, может быть, будет сделано даже в ближайшие годы. Ну, в нашем представлении черная дыра – это, знаете, такой своего рода дамоклов меч, то есть безжалостный пожиратель Вселенной. А вот, может быть, мы не совсем справедливы, может быть, даже совсем наоборот, черные дыры нас защищают от каких-то еще более грозных монстров. Да, возможно, именно так. И в этом состоит суть моего предложения. В цивилизации, проживая в нашей галактике, достигнув определенного уровня развития, они начинают задумываться о не сменить ли им место жительства. Потому что звезда стареет, становится неустойчивой, может даже взорваться. Им приходится рано или поздно переселяться к другой звезде. Она точно так же взрывается, стареет или гаснет. И в конце концов они находят себе последнее пристанище для жизни долго и счастливо внутри центральной черной дыры своей галактики. Эти дыры, на самом деле, они очень большие. И размер горизонта событий центральной черной дыры внутри галактики – это размера Солнечной системы, внутри которой может поместиться целая планета, типа Земли. И приливные силы там относительно небольшие. И если вот туда переселиться, там можно очень даже так беспечно пережить разные космические катаклизмы во всей внешней Вселенной, типа Млечной Пути. Взрываются звезды, падают астероиды. Из-за взрывов звезд возникают гомовсплески, которые сжигают ближайшие планетные системы или солнечные. А внутри черной дыры, если на нее достаточно много не падает вещества, можно жить очень спокойно. Это одно нетривиальное свойство черной дыры. Второе удобное свойство для таких жителей, что они там живут в относительной безопасности, потому что их никто не видит, а они видят всю внешнюю Вселенную. Все-таки хотелось бы знать, что происходит с объектами, когда они попадают в черную дыру. Понятно, что это уже следствие, да? А как они туда попали? Как они там оказались? Это зависит от размера черной дыры. Если вы падаете в черную дыру, которая образовалась в результате гравитационного коллапса звезды, нескольких солнечных масс, то ваша участь будет печальна. Потому что даже... Обычно люди считают, что попадая в черную дыру, там падаешь в сингулярность, и там погибаешь. На самом деле, даже при подлете к этой черной дыре, космический корабль и космонавтов разорвет приливными силами. То есть приливные силы там настолько сильны, что они, в отличие от Земли, где это приводит только к приливам в океанах, а там они могут просто разрывать объекты размером человека или больше. Получается, что попасть в черную дыру и выжить, это практически невозможно. Прыгать в черную дыру звездной массы, в общем-то, нежелательно. Финал будет плачевный. А вот черные дыры сверх больших масс, находящиеся в центрах галактик, они абсолютно безопасны в этом смысле. И вы можете туда абсолютно безопасно, не чувствуя сильных приливных сил, падать вовнутрь. С вами ничего не произойдет. Когда вы окажетесь под горизонтом, вы тоже ничего сверхъестественного не увидите. А дальнейшая ваша судьба будет зависеть от мощности ваших двигателей, вашего космического корабля. Если черная дыра вращается, то даже без включения двигателей вы не падаете в центральную сингулярность, а становитесь свидетелем необычайно сложной структуры гравитационного поля черной дыры. Дело в том, что внутри черной дыры есть выход в другую внутреннюю вселенную, которая называется Эйнштейном... Кротовые норы. Кротовые норы — это немножко другое. Это изначально созданный объект, являющийся туннелями между двумя пузырями в пространстве времени, между двумя обычными вселенными. А вот внутри черной дыры аналог Кротовой норы, который называется мостом Эйнштейна-Розена. Эйнштейн и Розен в своей публикации давным-давно, в 30-е годы, первые начали прощупывать вот эту возможность. Так вот, внутри черной дыры вращающейся есть выход в другую вселенную типа нашей Вселенной. И наблюдатель, прыгая из космического корабля или вместе с ним внутрь черной дыры в центре галактики, не будет разорван приливными силами, не упадет в центральную сингулярность, а в зависимости от своего желания и возможности двигателя, либо там поменяет орбиту и будет вращаться внутри центральной сингулярности, находясь под горизонтом, либо имеет возможность вылететь в другую Вселенную. А вернуться обратно можно? Антипод нашей. Нет, это билет в одну сторону, и вернуться обратно нельзя. Но можно вылететь в другую Вселенную, поискав там другие черные дыры, которые, может быть, в обратном ходе имеют связь с нашей Вселенной. То есть нужно вернуть... По такому лабиринту? По такому лабиринту есть, в принципе, шанс, на который научно строго ответить пока сейчас нельзя. Может быть, природа создает такие вещи, либо эти продвинутые цивилизации сами смогут создавать такие масты Эйнштейна, розные кротовые норы, чтобы вернуться обратно. Да, ну давайте все-таки вернемся к изучению черных дыр. Вот скажите, коллайдер может нам дать достаточную информацию о черных дырах? Понятно, что он создавался не для этого, но, наверное, не случайно его прозвали фабрикой черных дыр. Да, большой адронный коллайдер это самый мощный ускоритель, созданный человечеством. И надо сказать, это вообще самое сложное техническое устройство, созданное человечеством. Потому что там он основан на действии сверхпроводящих магнитов, там тысячи тонн жидкого гелия, там для ускорения частиц генерируются колоссальные электромагнитные поля, работают целые огромные электростанции. Это сложнейшее инженерное техническое устройство, самое сложное, созданное человечеством. И этот коллайдер обеспечивает самую большую энергию ускоряемых протонов, которые движутся на встречных пучках, на встречу друг с другом и сталкиваются. При этом рождая все известные частицы, и физики надеются какие-то новые частицы. В том числе и, возможно, черные дыры микроскопических масс. Но это очень специальные черные дыры, не то, что предсказывает общая теория относительности, а это некие фантазии физиков, которые основаны на гипотезе многомерия нашей Вселенной. Что наша Вселенная не трехмерна, а четвертое измерение – это время, а оно десятимерно или семимерно. И вот в микромире могут проявиться другие дополнительные измерения. С этим связаны были огромные опасения, что как бы физики не сожгли всю Землю, потому что опасение такое, что такая черная дыра будет пожирать все окружающее себя материальное вещество и, в конце концов, уничтожит, здесь съест Землю. Но эти опасения… Напрасны? Нет, они не совсем напрасны. То есть всегда лучше проявить излишнюю осторожность, общаясь с неизвестными и плохо изученными вещами. Но с точки зрения коллайдера физики были спокойны. Почему? Потому что энергии, при которых работает коллайдер, они не очень большие в природе. А на Землю, в частности, падают частицы космических лучей, с энергиями гораздо больше, чем то, что могут разделать физики ускорительщики на коллайдере. И поэтому, если черные дыры и возникают при таких энергиях, они уже давным-давно бы образовывались и образуются в нашей атмосфере. И если бы такой угрожающий процесс существовал бы, уже вся Вселенная бы сгорела. Машина времени существует, и это не заявление фантастов. Математические формулы, которые пока в теории доказывают, перемещаться можно, как в будущее, так и в прошлое. А это уже графическая модель. Примерно так должна выглядеть машина времени в космосе. Два отверстия в пространстве и времени, соединенные коридором. В данном случае речь идет о очень необычных объектах, которые были открыты в теории Эйнштейна. Согласно этой теории, в очень сильном поле тяготения искривляется пространство, в том смысле, что геометрия его меняется, и по-иному течет время. Такие необычные объекты ученые назвали кротовые норы. Это вовсе не человеческое изобретение. Создать машину времени пока способна только природа. Сегодня астрофизики лишь гипотетически доказали существование кротовых нор во Вселенной. Дело за практикой. Поиск кротовых нор одна из главных задач современной астрономии. С кротовыми норами связана уже в том числе и возможность создания машины времени, путешествия во времени, в прошлое, будущее и так далее. Там масса парадоксов всяких и так далее. Это очень непросто всем. Философские проблемы возникают и так далее. Тем не менее, теория предсказывает, что кротовые норы могут существовать. Их надо искать. Кротовые норы принадлежат к такому загадочному явлению, как темная энергия, из которой состоит 70% Вселенной. Сейчас уже открыта так называемая темная энергия. Это вакуум, который обладает отрицательным давлением. И в принципе, кротовые норы на начальной стадии формирования Вселенной в момент Большого взрыва могли формироваться вот из этого состояния вакуума с отрицательным давлением. Одно из мест обитания кротовых нор — центры галактик. Но здесь главное не перепутать их с черными дырами. Огромными объектами, масса которых миллиарды наших Солнц. При этом черные дыры обладают мощнейшей силой притяжения. Она настолько велика, что даже свет не может вырваться оттуда. Сила притяжения кротовых нор также огромна. Однако, если заглянуть вовнутрь кротовой норы, можно увидеть свет прошлого. В центрах галактик, в их ядрах, есть очень компактные массивные объекты. Большинство из них, наверное, массивные черные дыры. Мы можем их исследовать по полю тяготения, которое они создают, по движению газа в их окрестных, по движению звезд в их окрестностях. Так вот, предполагается, что, возможно, некоторые из этих ядер вовсе не черные дыры, а входы вот в эти кротовые норы. Сегодня открыто более 300 черных дыр. От Земли до ближайшей, то есть до центра нашей галактики Млечный Путь, 25 тысяч световых лет. Если окажется, что эта черная дыра кротовая нора, коридор для путешествия во времени, человечеству до него лететь и лететь. Где самая ближайшая вот такая черная дыра, в которую мы впоследствии могли бы нырнуть и спать? Ближайшая черная дыра находится в созвездии Стрельца и называется, вся галактика называется Млечный Путь. Мы живем на ее окраине и до центра галактики со скоростью света надо где-то лететь 10 тысяч лет. Наша галактика очень скромна, и черная дыра там очень маленькой массы, всего миллион масс Солнца, а массы черных дыр в других галактиках примерно в 100 раз больше. 100 миллионов масс Солнца. Там жить еще комфортнее, там могут обитать еще более мощные цивилизации. И это либо будущее для наших далеких очень потомков, которые когда-нибудь, когда Солнце погаснет, переселятся туда, но сначала может быть... это самое идеальное место для самых продвинутых цивилизаций. Либо там уже кто-то сейчас это место занял и живет. Но там есть место для многих планет. Если они сейчас там есть, возникает вопрос, почему же они молчат? Они молчат, потому что они это сделали целенаправленно, переселившись туда, специально, может быть, чтобы мы им не докучали своими там глупыми вопросами. Потому что они все про нас знают, они продвинутые. И им, может быть, с нами общаться не очень-то интересно. А другой, может, более важный аргумент это с целью безопасности. Чтобы, не дай бог, еще какая-то более продвинутая цивилизация не сделала бы им какого-то вреда. Это парадокс называется парадокс великого молчания космоса. Почему мы, наблюдая в разных диапазонах волн, не видим никаких регулярных сигналов от каких-то сожителей или наших родственников, населяющих нашу галактику? Ответом, может быть, да. Они есть, эти цивилизации, очень продвинутые, очень развитые, но они живут внутри черной дыры. Напомню, что у нас в гостях был Вячеслав Докучаев, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук. Это была программа «Русский космос». Благодарим вас за внимание. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова